Водонепроницаемость, идеальная вентиляция, легкость и долговечность. Все это экипировка Climb. Спонсор сегодняшнего выпуска – сеть магазинов экипировки Climb Store. Экипировка Climb учитывает все основные потребности райдеров, как профессиональных спортсменов, так и просто любителей активного отдыха. Climb – многослойная система экипировки. В Climb Store представлена мотоциклетная и снегоходная экипировка, которую легко подобрать по условиям использования и по уровню защиты. Для создания экипировки Climb применяет самые передовые технологии и материалы, такие как Gartex, D3O, Cordura, Coroid. Также экипировка сертифицирована по самым высоким европейским стандартам. По промокоду ROADEMOTIONAL в магазинах Climb Store вас ждет приятная скидка на весь ассортимент. Ну вот как-то так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Удобно быть не должно, должно быть круто! Всем привет! Это Ксю и канал ROADEMOTIONAL. Сегодня речь пойдет о смешении стилей, о наследовании характеров, о странных дизайнерских решениях и о вточке со светофора. Да, все это Harley Davidson FXDR. Редактор субтитров А.Кулакова Я много чего сразу хочу начать говорить, потому что здесь с какого края не возьмись сплошные перформансы, инсталляции и противоречия. Но сначала все равно, характеристики. Двигатель Melochi 8 114. В кубических сантиметрах это будет 1868. 160 ньютон-метров крутящего на 3500. 90 лошадиных сил. В какой момент они на максимуме, не скажу. Хорошо, что вообще нарыло мощность в силах. Бак 16,7 литра. Вес 303 кг. Замена V-Rod. Новый спортбайк от Harley. Новый не Harley из Melochi. Мотоцикл без имени. И это еще не все, что можно о нем услышать. Осталось только разобраться, что из этого правда, а что нет. Насчет имени вообще интересно. В принципе, все Harley имеют длинную буквенную аббревиатуру. Но при этом у каждого имеется имя собственное. Стрит-глайд, электро-глайд, фэт-боб, фэт-бой, ну и так далее. А тут только буквы. Ну, он же точно должен выходить из ряда вон. Почему бы не начать с дерзкой безымянности? Теперь именно FXDR. Самый резвый и самый легкий из Harley. Но если посмотреть на него в профиль, то становится понятно. Он все же ближе к своей стае, чем так неоднозначно воспринимаемый якобы предшественник. Тут и двигатель более классический, воздушно-масляный. И бак на своем месте. Да и вообще, этот острый перчик не сам по себе отдельный вид, а из почтенного семейства Softail. А если присмотреться поближе, то тут начнет сводить глаза, а там и голову. Вот этот хвост. Где-то мы уже это видели. Нет, вам не кажется. Дукатти Диавель здесь явно где-то рядом прошвырнулся. Вот это вот крыло. Бутина 10 раз неладно. Ну, во-первых, столь откровенного пластика Harley себе никогда еще не позволяли. А, во-вторых, вот это отверстие. Вы же понимаете, какой оно дает эффект? Проще было бы тогда вообще это крыло не вешать, а сразу хвалиться шикарным задним катком на 240. По любой влажной дороге, а тем более по дождю. Весь будешь в грязи с головы до пят. И мотоцикл тоже. Едем дальше. Я же уже говорила, что это самые легкие Harley. Облегчали всем заводом и, как водится, смогли. Алюминиевый маятник, алюминиевые колесные диски. И вот такая вот цельно летая кочерга для крепления номера. Я, конечно, понимаю, что в Америке она, честно говоря, нафиг не нужна, потому что номер можно крепить сбоку. Но раз уж вы стали крылья пластиковые на свои мотоциклы делать, то почему бы для всего остального мира, где номер должен быть сзади, не придумать какую-нибудь крепуху поизящнее? Чую я сейчас все свои придирки выскажу, и потом в конце ролика нечего будет насыпать американцам в панамку. У воротники такое дизайнерское решение спорное, я бы сказала. Но ему такие идут. И отличаются от всех остальных собратьев, при этом оставаясь плотью от плотью своего племени. Глушитель тоже смесь гремучая. Не в том смысле, что гремит, а что-таки умудрились скрестить ужа и паука. Стильные, восхитительного медного цвета трубы, идущие от мотора и идеально сочетающиеся с биг-твином, переходят в совершенно спортивного толка глушитель. Ну вот так. А как еще передать характер и назначение аппарата, как не такими вот деталями? Дальше больше. Здесь у нас пластиковый heavy breather, тоже такого же пластикового спортивного дизайна. Я все говорю слово спортивный, но сами Harley ни в одном описании этого мотоцикла такого слова не употребляют. Они позиционируют его как резкий, динамичный, мегауправляемый, ядреный, если хотите, но никак не спортивный. Особо делается уклон на большие углы наклона мотоцикла, то есть его можно резче и ниже закладывать, чем все остальные мотоциклы марки. Но позвольте, кто решится чирпить подножками на нем при выносе вилки в 34 градуса и при, вспомним, 240-ом заднем колесе? Я понимаю, джемеханисты могут еще и не такое. Ну я-то говорю об обычных покупателях такого мотоцикла. Тормоза стоят неплохие, но в принципе обычные для большинства софтейлов последних годов. Может быть дело в весе аппарата? Поеду, посмотрим. Ну а фара здесь просто бомбическая. На футболе вот плоская горизонтальная меня совсем не впечатлила, а здесь ну просто шикарно завершает такой собранный брутальный образ. Я не говорила, что в целом внешне он мне очень нравится. Да, он не такой, как все. У него много противоречий, но черт возьми, хорош собака. Пойдем скорее за руль, а там уж ибо покататься недалеко. Кстати, руль. Ребята, здесь не руль, здесь клипоны. Я все не могу понять, почему народ из Миллоки так открещивается от определения спортивной. Я думаю, что слоган спортбайк в стиле Харли вполне мог бы его удачно двигать и добывать так нужную им новую аудиторию. Жаль только, что вилка, даром что перевертыш, не регулируется. Все же, когда речь идет об управляемости на мотоцикле, подвеска должна быть настраиваемой. Хотя задняя подвеска все же регулируется. Вот так. Приборка. Здесь тоже сразу противоречие. Вот такая вот красивая надпись FXDR. Причем R выделена красным цветом. Все по-спортивному, извините. Все здорово. Но это просто пластмасска. Здесь больше ничего нет. Сама приборка находится выше. Хотя здесь выделено место явно под что-то. Что хотели сказать инженеры? Непонятно. Ну или дизайнеры. Приборка лаконичная, но стильная, находится вот здесь. На нижнем экране у нас поворотники, лампочки, топливо нейтрали, масло, двигатель. Вот все такое. Аккумулятор. А сверху все необходимое. Включенная передача, скорость, обороты. Я больше всего люблю смотреть, сколько у нас оборотов. Хотя это все равно чувствуется телом. Датчик уровня топлива. Кнопочкой меню можно выбрать, что у нас будет показываться. На переменном вот тут кусочке. Это либо одометр, либо поездка первая, вторая, как водится. Либо резерв, сколько нам осталось до того, как мы обсохнем. Часы. Ну и те самые обороты. Ничего лишнего. Все, что нужно есть. Пульты обычные, хорлеевские, но мной очень любимые. На последних всех хорлеях они все унифицированы. Справа у нас включение, одновременная постановка на сигнализацию, аварийка, кнопка запуска мотора, поворотник направо. На левом тоже вот меню, вот бибика, дальний, ближний или блинкер и поворотник налево. Еще меня здесь смущает несколько вещей. Вот в таком виде. Очень сильно цветет вот этот материал от наших современных моющих средств. Причем даже самых щадящих. Я помню, кто-то говорил, что хорлеи нельзя мыть, но этот настолько часто пачкается, что жидкостью не обойдешься. Дальше. Вот этот шов на раме. Может быть, это тут так получилось, но выглядит как-то... Ну и на современном хорлее бак открывается. Ну вот просто так. Захотел, попал внутрь. Хотя да, объем по-прежнему не очень велик и вряд ли туда полезут за бензином. Тем более, что сигнализация не даст его даже выпрямить без присутствия ключей. То есть хозяин. Ну а теперь давайте же послушаем нашего знойного заморского красавца. Ну прям паровоз-тепловоз. Давайте посмотрим, каков он в деле. Ну кто ж придумал так сидеть? Руки вперед, ноги вперед. Вот в этом месте он точно похож на вырод. Только, по-моему, тут еще неудобнее. Ну и наверняка так и было задумано. Агрессивная посадка по-американски. Тебе неудобно. Ты злеешь на ходу. Ты хочешь, чтобы это закончилось. И едешь агрессивно. Потому что круче всего момент, когда ты уже приехал. И с налетом легкой усталости небрежно с него слезаешь. Ты крут. Все вокруг тебя любят. И хотят. С места пуляют. Будь здоров. И чтобы не сдуло, реально надо за руль держаться. Мировен час унесет. А малоросликом типа меня. И вообще надо сидеть почти на баке. Мод большой. На сиденье места много. Так что вангул и великанов коленки не будут вытекать. Хотя воздушный фильтр будет упираться все равно. Насчет крутизны в поворотах. Ну тут прям искренне надо бороться с инстинктом самосохранения. Он ложится. И ложится неплохо. Но все тело против таких маневров пока не привыкнешь. Ну и как полагается на таких аппаратах, поворачивать надо пятой точкой. Просто как хотите. По-другому это не назовешь. Передача переключается очень жестко. По-харлеевски. С характерным клацами. С первой на вторую ее ловить. Гиблое дело. А со второй вниз есть шанс встретиться. Несколько дней приноравливалась. А так и не случилось. Разметку переносит очень хорошо. Даже удивительно. С таким-то выносом билки. Я боялась, что ловить придется каждый раз. Но ничего. Междурядием покоряет. Крайне достоинно. Тем более, что отличный свет и довольно узкий уль способствуют. Но любителям порычать в пробке стоковый глушитель не подойдет. Блага тюнинга на американца моря. Но не дай бог попасть в яму или пропустить лежачего. Подлетишь из седла, будь здоров. Хорошо, если вообще удержишься. Даже небольшие препятствия нужно проходить на минимальной скорости. Благо, что тормоза упрекнуть не в чем. Их более чем достаточно, чтобы успеть практически в любой ситуации. Вот как он выглядит, так и едет. Брутально, с опломбом, с претензией. Неудобно? Да в этом и смысл. Иначе какой ты байкер без преодоления? Еще пару нюансов уже по опыту управления. Например, когда качешь его назад, голень упирается вот в жирненькую коробку. Не знаю, на других Харли Дэвидсонах со мной такого не случалось. А на этом вот подишни. Ну, а уже на ходу правая нога упирается несколько в короб воздушного фильтра. И это у меня еще рост невелик. А что делать длинноногим? Хотя да, мы же помним, неудобно, зато круто. Он правда очень харизматичный. Далеко на нем ехать? Это, конечно, только для очень крутых пацанов, которые готовы долго находиться в режиме преодоления. Но опульнуть вечером по городу – кайф. И в посадке его этой – кайф. И в управлении, которое не похоже ни на один другой мотоцикл – тоже кайф. Он такой, что не забудешь никогда. Ну, и у вас, прошу, как всегда, были ли у вас неудобные мотоциклы, которые вы все равно любили? Или даже так, должен ли мотоцикл быть удобным? Или он просто должен рвать крышу и заставлять себя хотеть, как точно умеет этот? Жду ваших комментариев, лайков. И новым подписчикам я тоже рада. А мы с вами увидимся в следующую среду. Не переключайтесь. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова